Добрый вечер, дорогие слушатели! С вами программа «Жажда жизни» и Ирина Ясина. И сегодня мы не будем делать длинных вступлений, говорить о трудностях бытия и о том, как мучительно мы ищем в этом бытие что-то хорошее и находим, а поговорим исключительно о нерождении Михаила Борисовича Ходорковского, которому исполнилось два дня тому назад 50 лет. И мы его поздравляем, любим, ждем, гордимся тем, что работали вместе. И сегодня вспомнить то, как мы работали вместе, я позвала своих очень близких друзей, хороших коллег, Михаила Иструбицкого, который был директором фонда «Открытая Россия», в котором мы все вместе работали, и Толю Ермолина, директора важнейших проектов этого фонда. И, по сути, сказать изначально мне больше нечего, а дальше в процессе разговора мы уже будем всякие рассказывать диковинки. Вот, например, про то, что сидящий тут Ермолин, на самом деле, не просто Ермолин, а боец спецподразделения «Вымпел» КГБ СССР, который занесло в наши скромные нефтяные пенаты, в общем, какой-то совершенно удивительной волей. Но те проекты, которые делал Толя по работе с детьми, по работе с волонтерами, по учреждению в лицее Кораллово, которое существует в Кораллово, в лицее Подмосковной, который существует по сей день, в котором живут родители Михаила Борисовича, Марина Филипповна и Борис Моисеевич. С этого, собственно, я и хочу начать. Толь, вот расскажи, каким образом, как создавался лицей, в каком году, почему вдруг Ходорковскому, такому вот тогда еще банкиру, не нефтянику, пришла в голову эта идея заняться такой общественно полезной деятельностью. Ведь тогда, мягко выражаясь, это было совершенно диковинкой. Итак, Анатолий Ермолин. Это был 1994 год, и я был простой советский безработный, вот только-только мне только 30 исполнилось, и я уволился действительно из Вымпела. Ну, я-то сейчас знаю, как меня нашли, а тогда я понятия не имел просто. По телефону позвонили и сказали, вас приглашают в Минотеп, с вами хочет поговорить Ходорковский. А ты знал, кто такой? Нет, я понятия не имел. Я видел часы, там вот эта вот программа «Время», там было написано Минотеп, и я говорю, жена говорит, ну, тебе звонили, я говорю, ну, я не знаю, ни Минотеп, ни Ходорковский. Она говорит, ну, сходи, работаешь. Вот, и я на следующий день пришел, встречает меня, смотрю, мой ровесник, по сути дела. Ну, да, она старше. Несколько месяцев разница, даже меньше года. Вот, и он так сходу говорит, мне вас рекомендовали как специалиста в области воспитания мальчишек. А у меня был скаутский клуб «Квалергард» еще при «Вемпеле». Я говорю, ну, как-то я другим вообще-то занимался. Он говорит, нет, вот у меня вот есть предложение вам, как вы отнеслись к идее участвовать в сознании лицея для детей погибших офицеров. Я говорю, а, нет, тогда не было еще идеи, что дети погибших офицеров, просто вот такого лицея-интерната. Я говорю, цель. Он говорит, ну, понимаете, мне нужна... Я очень хорошо понимаю, что для того, чтобы воспитать хорошего специалиста, который работал... Это же был корпоративный, банковский. Сначала пробанковская идея была такая. И профориентация была у первого набора в лицее. Вот я понимаю, что я не заплачу никогда таких денег, которые заплатят там кассиру или там операционисту, бандит. Поэтому мне нужно, чтобы наши сотрудники относились качественно, чтобы для них компания представляла определенную ценность. То есть, говорит, это идея корпоративного воспитания. Я говорю, все. Он говорит, все. Я говорю, когда приходить на работу? Он говорит, завтра. Расскажи, пожалуйста, как вы собирали первый набор детей? Ну, это было... Вот когда мы сели уже и начали там... Юрий Григорьевич Мамонов тоже вот... Тоже один из первых, кто начинал этот лицей. Тоже вымпил. Нет, он генерал-майор-пограничник. Но тоже КГБшник, да. То есть, генерал из КГБ. И вот тогда появилась идея. Юрий Григорьевич ее, в общем-то, предложил Михаил Борисовичу. Говорит, ну вот, можно брать просто сирот. А можно брать таких детей, которые больше всех этого заслуживают. Да, давайте сделаем лицей для тех погибших офицеров. И тогда директором Федеральной пограничной службы был Николаев. Вот. И был издан специальный приказ по войскам. И мы с Юрием Григорьевичем поехали. Юрий Григорьевич поехал в Таджикистан. Я поехал там, где наши войска. Там чеченская группировка стояла. Это Ставрополь и Армения. И вот мы ездили буквально по погранотрядам, по заставам. Встречались с вдовами. Где-то и с вдовцами. Вот у нас там один мальчик, который вот... Сейчас уже старший офицер по гранвойск, Карен. У него другая была ситуация. Он из Гюмри. И там было землетрясение. Мама погибла в землетрясении. Отец старший прапорщик. И вот осталось трое детей. И вот мы его взяли. Ну, чтобы долго не перечислять всех тех замечательных детишек, которые прошли через лицей Кораллово, я добавлю только, что сейчас там заканчивают дети Нур-Тоста. Заканчивают обучение дети Беслана. Закончил интернат мальчик такой, Ваня Гамов, замечательный сын генерала, который был когда-то сожжен браконьерами на Сахалине, если вы помните. В общем, это абсолютно уникальное явление, которое Сходарковский поддерживает до сих пор. Несмотря на то, что сам 10 лет находится в тюрьме. Сейчас мне хотелось бы еще задать вопрос про замечательную организацию, которая была им же создана. Это Федерация интернет-образования, которая обучила сколько меж тысяч учителей интернету. Около 150 тысяч. Да. А в какие годы была она создана? Ну, смотрите, значит, история была такая, довольно интересная. Это Михаил Яструбийский. Добрый вечер. На самом деле, Ходорковский всегда задумывался об эффективности собственной компании. И поэтому конец 96-го, начало 97-го года вообще, в принципе, стал вопрос о переводе в цифру всего делового оборота, всего документа оборота компании. Я помню совещание, на котором Ходорковский, собственно говоря, давал указания о том, как будет происходить обучение, и так далее, и так далее. И все, в общем, вице-президенты были абсолютно счастливы, что всех наконец-то придется учить, понимая, что на самом деле им, наверное, учиться не придется. И что было удивительно, в том числе для меня, Ходорковский предупредил всех, что экзамен по зачет по интернету и электронной почте у вице-президента будет принимать он лично. Я представляю их лица. Да, это были, в общем, довольно серьезные дяди, лица которых были удрученные. Тем не менее, компания перешла на цифру не так быстро. Ну, а ФИО? И, собственно говоря, ФИО стало неким продолжением. ФИО — это Федерация Интернет-Образования. Федерация Интернет-Образования, да. Значит, ФИО стало неким продолжением этого, потому что компания была большая, она существовала в разных регионах, и, естественно, нужны были сотрудники, люди, которые умеют пользоваться новыми технологиями. Тогда это был космос. И вот представляешь, как он далеко думал. Он ведь понимал, что сотрудников воспитывают школьные учителя. Совершенно верно. Да, то есть можно было обучать просто сотрудников, но, тем не менее, было принято решение о том, что мы готовим именно тех людей, подготавливаем тех людей, которые занимаются обучением. При этом Ходорковский понимал, что значительная часть людей, которые пройдут через Федерацию Интернет-Образования, в принципе, могут и не попасть в компанию. И это его вполне устраивало. Если 150 тысяч учителей обучить. Совершенно верно. Теперь поможете количеству этих учителей на количество людей, которых они обучили, и вы получите, в общем, довольно космическую цифру. А это, не забывайте, 97-98 год, когда Интернет только-только начал появляться. Это было очень важно. Это было очень важно. Вот еще один проект, который я нежно люблю уже, по личным мотивам, который тоже вел Толя Ермулин. Я все к тому хочу привести, чтобы поймите, это были 90-е, лихие. Ходорковский был еще не тем Ходорковским, которым он известен нам сейчас. И вот, тем не менее, и лицей, и обучение учителей, и замечательное совершенно движение «Новая цивилизация», которое было создано для подростков. И вот Толя Ермулин им, собственно, уже очень непосредственно руководил. Ну, собственно, это «Новая цивилизация», я всегда об этом говорю, она родилась из лицея, потому что, в общем, содержание нашей работы с подростками заключалось в комплексных деловых играх, которые моделируют эффективный социум, эффективную экономику, эффективные выборы, эффективную общественную деятельность. И, в общем-то, вот все основные, вот как раз, киты, да, вот как бы вот глубокое экономическое образование, да, управленческая подготовка, потом приключенческие тренинги. Ведь всегда же мы даже в любом горном лагере, там на Красной Поляне, который делали, да, всегда девчонки брали с собой, у нас были такие сказочные программы, да, бал королевы, и всегда брали вечерние платья, туфли на шпильках, то есть всегда была вот такая красивая сказка. Я помню даже еще, когда в лицее, когда я по Минатепу ходил, там, ну, не то, что клянчил деньги, но говорил, дайте деньги, дайте деньги. А я говорю, зачем тебе деньги? Я говорю, мне нужно купить жумары, там, мне нужно купить альпинистскую веревку. Мне нужно купить, что ты сказал, какой? Я говорю, жумары. Такие приспособления для того, чтобы по отвесной веревке по скалам подниматься. И говорит, слушай, ну, это у Миши блажь, он наиграется и забудет про это дело. Так вот, это блажь вылилась в кавычках, да, во что? У нас более тысячи школ участвовало в нашем проекте. То есть это, ну, более миллиона детей одновременно имели возможность участвовать, по сути дела, в наших программах, потому что была такая комплексная система, там, игра, школа, как детско-демократическая республика. То есть, по сути дела... Я помню, поскольку моя дочь, личная дочь, принимала в этом во всем участие, и играла в лагере, и в издании независимой газеты, и в независимый суд, и кто-то был банкиром, кто-то предпринимателем, кто-то социальным работником. В общем, все это было на истре. Ну, да, да. У нас потом появился очень хороший кемпинг, настоящий, такого, я не попаюсь в слово, мирового уровня. То есть, по лучшим международным стандартам был он построен. Это было очень интересно. Самое главное, что дети в регионах тоже могли этим пользоваться. Так только они и пользовались. То есть, по сути дела, у нас был весь проект таким образом устроен, что через систему игр в каждом регионе отбирались команды, там, по 30 человек. Москва была всего лишь одной из команд. У меня в Москве почти никогда никого не было. Мы брали детей сотрудников ЮКОС, а так... Но это был такой внесистемный отбор, потому что у нас не было в Москве вот этого комплекса. Я понимаю, да, мы по блату попадали. По блату, да, да. Вы попадали по блату, это правда. Ну, кстати, один раз, это вот вспоминая вот историю, помню, звонит мне секретарь, говорит, Анатолий Александрович, вот уже пятый раз женщина звонит из Госдумы, пытается пристроить ребенка в наш лагерь. Я говорю, ну нет места. Ну, у нас был конкурс, там по 30 человек на место выстроили там. Я говорю, нет места. Она уже, говорит, потом перезвонила, говорит, она говорит, что у нее мальчик из Норд-Оста. Я говорю, вопросов нет, берем сразу. Вот, и потом, кстати, была, знаешь, какая вот ответная ситуация. Когда я уже стал депутатом в Госдуму, сижу, ничего не понимаю, куда идти, что делать. Подходит женщина и говорит, это вот вы там вот на Истре были? Я говорю, да. А помните вот мальчик из Норд-Оста? Я говорю, ну, историю помню, но вас, конечно, не помню. Говорит, вам что нужно? Я говорю, я не знаю, что мне нужно. Сидите пять минут здесь. Я был первый депутат в четвертом созыве, который там получил кабинет, подключенную, терк, технику, там, это все. Притом, что Ходорковский уже в тюрьме был. То есть это вот такая вот... Весь твой грустный созыв тогда начался. Ну да, да. К сожалению. Я хочу, прежде чем мы перейдем, собственно, к обсуждению рассказу о открытой России, который, наверное, явился апогеем деятельности Ходорковского, в которой мы все с вами втроем принимали очень активное участие, я еще раз хочу сказать о том, что вот те три проекта, о которых мы рассказали, это были 90-е годы. Ходорковский был еще таким, в общем, совершенно не тем человеком, каким он стал позднее. Вот я с ним познакомилась совсем близко в 2000 году, когда он меня, собственно, позвал устраивать подходы, сдавать к этой открытой России. И, собственно, как цель он мне сформулировал следующую вещь. Он мне сказал, что нам надо сделать такую ситуацию, чтобы наши дети, наши дети, а мы ровесники тоже, наши дети, даже проучившись за границей, хотели работать дома. Чтобы они все возвращались домой и приносили пользу своему отечеству. Вот слово «отечество», которое он тогда произнес, для меня было не просто пафосным и не просто громким, а каким-то очень родным и близким. И вот таким, собственно, он мне очень сильно запомнился. И тогда я с радостью пришла в открытую Россию. Сейчас мы на минуточку прервемся и дальше продолжим. С вами Ирина Ясина и программа «Жажда жизни». Я, прежде чем мы начнем обсуждение того, как хорошо нам было работать в открытой России, хочу попросить нашего звукооператора, режиссера, включить телефон студии, а слушателям напомнить. Это код города 495 и номер 6510996. Если кто хочет, звоните нам. Гадостей, пожалуйста, не говорите, потому что мы все-таки хотим, вдруг, конечно, у Ходорковского не получат нас послушать, но расшифровочку мы потом ему перешлем. Вот. Миш, вот посмотри на меня. Отвлекись от своего лаптопа и расскажи мне, пожалуйста, уж тебя занесло на самую опасную, наверное, в твоей жизни карьерную ступеньку. Ты был исполнительным директором этой самой открытой России в тот момент, когда Михаил Борисович уже был в тюрьме. Вот. Я понимаю, что ты честный человек, смелый мужчина и так далее. Но скажи честно, страшно не было? Ну, было. Но уже потом. Потом это когда? Потом, когда уже все закончилось, было страшно. Значит, дело в том, что, ну, вот тут недалеко мой родной хозяйственный институт народного хозяйства в Неплеханово. Я всю свою жизнь занимался, собственно говоря, решением разного рода административно-хозяйственных вопросов. Вот. И представить себе, что хозяйственнику может быть значительно страшнее, чем политику, мне было, в общем, довольно сложно. Вот воля случая, да, то есть я пришел в группу, когда еще не было даже Роспрома, это был тогда еще Банк Минотеп, ну, я всю дорогу занимался решением тех или иных административных, управленческих, хозяйственных вопросов. И вот вдруг неожиданно начались события, которые трудно было себе представить, да, то есть заключение Ходорковского, огромный, огромный механизм фонда «Открытая Россия», бюджет которого в последние годы достигал там 19, почти 20 миллионов долларов в год. Мы просто работали на самом деле. Ну, работали, я понимаю, это в свое время, я помню, даже следователю удивил тем, как работали. Ну да, это была такая довольно славная история. Значит, это уже был 2006 год, весна, когда пришли закрывать счета «Открытая Россия», это было чуть раньше, чем закрытие счетов. Меня попросили предоставить некую информацию о том, чем мы, собственно говоря, здесь занимаемся, и я достал, в общем, довольно простую вещь, листочек А4, на котором были перечислены все проекты открытки. Например, какие? Ну, смотрите, значит, ну, «Школа публичной политики» раз, это из больших, да, «Помоги советам» два. Это Толлин проект. Это Толлин проект, да, «Клуб региональной журналистики» три, это твой проект, да, «Фонд общественный вердикт» четыре, проект «Правосудие». Он, по-моему, так не пошел, с судами у нас тяжело было. Ну, неважно. Ладно, короче, проекты и что? Внизу стояло «Итуго», там 19 миллионов 800 тысяч долларов в год. Человек, который сидел напротив меня, который, собственно говоря, руководил визитом ОМОНа и Генеральной прокуратуры, задал вопрос, вот так интонация, в общем, была такая, да, что неужели вот это, вот эти деньги на все, вот все на это, значит, ну, не очень уютно себя чувствуешь, когда у тебя в коридоре пять бригад Генеральной прокуратуры и отряд ОМОНа во дворе, да, ну, на что я сказал, что, как бы, если вы найдете хоть одну украденную копейки, хоть в одном регионе, ну, отдайте этого человека мне, даже не тратьте на него время. Да, мы так работали, причем я считал и продолжаю считать, что работа некоммерческих организаций по своей эффективности значительно выше, чем коммерческих, потому что в значительной степени люди работают не за деньги. И это было очень важно. Да, это очень важно. Миша, ну, это мне помешало потом ничего сделать, я просто вспоминаю, как Миша ко мне заходит, говорит, слушай, пришло письмо, там деньги арестованы, по твоему проекту претензии у тебя там 12 контрагентов находятся в розыске. Я, честно говоря, чуть со стола не упал, мне стало, я тут же там, давай список, открываю список, читаю там, там института, УЗА, там все такие уважаемые организации, которые вот здесь сидят, работают. И все в розыске, в письме, да, что вот это... Толя, расскажи про свой проект, про помоги советам, что это, собственно, было? Ну, это было, опять же, вот у меня так проекты росли один из другого, и, в общем-то, мы вышли на тему волонтерства, и как раз понимали, что волонтерство, это, ну, это очень серьезная производительная сила, и, в общем-то, если перевести в деньги, то это огромные инвестиции в развитие страны, а идея была очень простая, то есть, мы хотели создать такую систему, когда каждый человек, вне зависимости от того, какие у него проблемы, получает персональную помощь, он проект назывался «Помоги советам». И что для этого делать? Значит, мы создавали такие, ну, можно назвать общественные приемные, хотя на самом деле эти были диспетчерские, куда приходил человек, да, и диспетчер приема оформлял паспорт проблемы. Но, что самое, вот в чем была инновация, это тоже было в регионах, в регионах, конечно, вокруг создавались волонтерские сообщества по специализациям, вот защита прав потребителей, вот защита прав военнослужащих, то есть, и происходило соединение этих людей, да, и они потом уже в автономном режиме сами решали эти проблемы. Но у нас было, вот мы успели проработать около 9 месяцев в рамках вот «Открытая Россия» и создания вот этой сети. У нас было 36 тысяч успешных историй. Вот одно расскажу. Вот в Омске эта история была, когда полковник, комбат, афганец вдруг обнаружил, что он 10 лет переплачивал за квартиру. Он пришел в ЖЭК, говорит, ну вот так и так. Говорит, товарищ покойник, вы уважаемый человек, но сделать ничего нельзя. Он пришел в Центр, и там девчонки с юрфака, они помогли ему оформить исковое заявление, и они выиграли ему суд. Что делает человек? Он берет газонокосилку, да, и начинает подстригать лужайку перед перед офисом, да, а рядом коммерческий банк к нему подходит, охранник говорит, мужик, все равно подстригаешь, знаете, 500 рублей, и у нас здесь пройдись. Показывает красноречивый жест, говорит, я здесь не за деньги подстригаю. Вот, и вот это вот, эта система сработала, она, она получилась. То есть, вот такие вот центры, они стали такие, превращаться в такие заводики по производству человеческих отношений, потому что люди помогали друг другу. Вот, и 90 процентов, почти 90 процентов вот людей, которые получали помощь из таких центров, они уходили и говорят, слушайте, ребят, классно, классно, что я кому-то нужен. И вот я, вы мне помогли в юридическом плане, а я бухгалтер. Нужно будет что-то помочь в этом плане, вот мои контакты, давайте дальше. Толь, скажи, а с чего вдруг нас обвиняли в том, что мы занимаемся политикой? Ну, для меня нет никакого секрета в этом. Ну, скажи. Дело в том, что любой общественный проект, успешный общественный проект, который начинает нравиться населению, он рассматривается автоматически, как политический. Нашим руководством. Да, да, потому что это, а кому будут лояльны эти люди, а куда их потом поведут? То есть, то, что они будут лояльны тому, что называется отечество, никого не волнует. Не, ну, вместо того, чтобы заниматься конкуренцией, создавать, создавать похожие проекты, да, для людей, да, и конкурировать в ухаживании за населением, да, вот такой есть в бизнесе термин сейчас, да, у нас же все... Не, не прещать и не пускать. Политика... Это Михаил Иструбиский. Значит, образование, это политика, культура, политика, история, политика, у нас все, политика. Но это же ментальные модели. Ну, что такое воспитание? Это формирование мировоззрения, формирование способов решения проблем. Что такое новая цивилизация? Это такая уникальная технология, массовое обучение, там, тысяч, десятков тысяч ребят. Слушай, а тебя же еще обвиняли в том, что ты с саентологами какие-то дела имеешь. Слушай, это, 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 не просто обвиняли, да, а мне даже из службы безопасности ЮКОСа как-то звонят и говорят, Анатолий Александрович, посмотрите на свой сайт. Я говорю, ну, нормальный сайт, новая цивилизация. Говорит, а вы, говорит, по ссылочке перейдите, я, зайдите теперь на сайт саентологов. Я говорю, я не знаю, что, ну, вот я вам ссылку посмотрю. Я захожу, и там написано, миры новой цивилизации, молодежный проект. Кликните, я кликаю и улетаю на свой сайт. То есть уже тогда, вот такие вот провокации, уже, уже, уже создавались там. Как ты думаешь, кому это было нужно? Знаешь, вот я еще по первому дефолту помню, ну, по 98 году, когда вот чуть-чуть ЮКОС, даже не за то, что зашатался, а ему стало так же трудно, как всей стране, да, и по всей стране, по всем нашим регионам пошли вот эти вот заказные статьи, там, там, кинули ЮКОС детей, и там, когда закончилась новая цивилизация, там, ну, то есть, самое, самое противное, что детей начали третировать, то есть вот, но мы не могли исполнить какие-то там обязательства, например, отправить их там в международный, там, ну, на всемирный слет скаутов, да, а уже губернатор вручил пути, там, а уже, как бы мы там обещали, да, ребенок пытается, понимает, в ЮКОСе денег нет, выходить там на местную власть, а власть вместо того, чтобы взять, допрать одного ребенка, да, начинают создавать целую пропагандистскую, пропагандистскую компанию, да, для того, чтобы... Это все-таки немножко не то, о чем я тебя спрашиваю. Вот новые владельцы тех активов, которыми владел Кодорковский, я имею в виду Роснефть, непосредственно, потому что основные активы ЮКОСа перешли к Роснефти. Ведь ничто из тех социальных проектов, которые ввели мы с вами, ни Лицей, ни ФИО, ни новая цивилизация, ни открытая Россия, ничего не переняла. Ничего эти люди не стали делать. Вот как получается так, что тот, кто озабочен, в самом лучшем смысле этого слова, судьбой страны, будущим наших детей, здесь, в России, сидит в тюрьме, а те, кто берут, так сказать, его собственность и распоряжаются, они как бы ни за что не отвечают. Они ничего не делают. Они ни в чем таком не замечены. К сожалению, я еще минуту займу. Мы мало рассказывали о том, что делала открытая Россия и вот все эти проекты, тогда, когда мы их делали. Потому что у нас всегда была дилемма говорить о том, что делает Ходорковский в этой области, можно было только за деньги. Потому что, ну что греха таять. Пресса довольно алчные люди. И в основном все хотели денег. Были алчные. Были алчные, да. Потом стали другие. Потом стали пугливые. Да. И потом послушные. Да. Что, в общем, пугливые, послушные, в данном случае, синонимы. Вот. И мы всегда думали, о чем мы будем рассказывать, мы лучше на эти деньги еще что-нибудь полезное сделаем. Ну вот. Так тем не менее. Вот кому было нужно то, что... Вот загасить все эти проекты. Не, ну мне понятно, кому. Это же была, ну не побоюсь этого слова, там новая государственная стратегия. И на самом деле вопрос ведь не в том, что не переняли, да, а вопрос в том, что каленым железом выжигали. Вот здесь московские клубы новая цивилизация, ну и в ряде регионов. Просто директоров, дворцов, пионеров и школьников там взывали и говорили, там либо заявление на стол, либо завтра клуба новая цивилизация не будет. Мы пытались строить другую культуру, мы пытались создавать другого человека. Другой же заход был, это те же самые движения наши. Вот вспомни наш проект Лига Дела. Да. У него название было, кстати, второе название, мало кто о нем знает. Идущие сами. Это было как раз тогда, когда идущие вместе были, да, вот у нас были идущие и идущие сами. Ну первее, по-моему, все-таки. Нет, ну мы, конечно, вперед это делали. Вот. А ну взять нашу истру, эти кемпинги на природе. И сделать себе герой. Да, и то есть это просто, ну, я не знаю, там вторая там история, очень похожая там тоже история пионерской организации, да. То есть когда все украли у скаутов, потом перебили всех скаутов, да, и сказали, что это придумали мы и сделали пионерскую организацию. Это было еще при советской власти. Два, две вещи, да. То есть, да, действительно, есть объективные решения, которые рано или поздно должны выполняться. Только два примера, да. Это школа публичной политики, которая в свое время была создана Ходорковским в рамках открытой России и последующие школы, которые создавались, действующие партии, в общем, очень похожие абсолютно с не той эффективностью. То же самое касается, если вы помните, пресловутого нефтепровода в Китае, который был предложен Ходорковскими, который сейчас будет реализован или уже в процессе реализации. Пресечный. Да, совершенно верно. То есть, есть вещи, которые по определению объективны. Ну вот давайте вернемся к личности Михаила Борисовича непосредственно. Туль, вот как ты объясняешь то, что он, молодой человек, в общем, очень такой механистический, в самом таком прямом смысле этого слова, нацеленный на прибыль, на такие вот сугубо капиталистические вещи, стал думать об этом во всем. Понимаешь, поскольку я уже больше 20 лет знаю Михаила Борисовича и его семью, я просто знаю, что все идет из семейных ценностей. Но взять тот же лицей под Москву. Кстати, это был тот проект, про который нам категорически было запрещено рассказывать. Страна узнала про лицей, когда туда пришли люди в масках. Нам было категорически запрещено рассказывать про бриллиант на самом деле в короне всех проектов ЮКОСа. Это был семейный, интимный проект, как помощь самым-самым-самым нуждающимся. Надо вспомнить, что Борис Моисеевич беспризорник. То есть это был семейный проект. Это папа Михаила Борисовича. Да. Поэтому все идет оттуда. Я же это... Сколько проектов мы не делали, сама это помнишь, мне все говорят, да ты знаешь, да это там олигархи, да они что-то тебе там... Для чего ты это искупаешь? Да, типа вот ты вот что-то не знаешь. Тебе потом... Ну я не знаю, вот я 20 лет, может, чего-то не знаю. И, кстати говоря, когда вот ко мне подходили те же самые организаторы Селигера, и там говорят, Антон Александрович, они так уважительно к нашим программам относятся, говорят, объясните, какие специальные чкистские технологии вы там применяли, чтобы вот такая вот лояльность к Ходорковскому? Я говорю, ребят, мы никогда ничего не просили взамен. Мы просто делали для молодежи, для детей классные, классные проекты. Первый раз. Сейчас, Миш, расскажешь, Толя, как зашел в лицей. Да, да, это отдельная история. Вот, ну ты знаешь его принцип, он, если берет человека на проект, он договаривается там по деньгам, по целям, по задачам, и не лезет. Вот удивительно, да. И вот он полгода вообще в лицей не заходил. Там родители живут, он к ним приезжал каждую неделю, еще поражался, вот при его нагрузке каждую неделю он почти старался быть, приезжал к родителям. Вот, и я уже привык, что он издалит так, как-то смотрит на детей, там метров в трехстах, но никогда не подходил. Один раз пришел. Вот, это было, и это был воскресный день, дети закончили там генеральную уборку, сидели там по квартирам. Вот, у нас был семейный подход, семейное обучение. Там все блестело, все было вымыто. Вот он зашел, это осень была. Он разулся и пошел босиком. Вот, в носках поносил. Вот, и, конечно, он убил всех наших преподавателей. О чем вы говорите? Естественно, он это понимает. То есть, ну, никто до этого не делал. Ну, тщательно вытирали там ноги там. Ну, он хозяин всего этого. Вообще мог бы... Человек пришел, это уважение к детям, я считаю, к труду к детскому. Две вещи хочу сказать. Значит, что значит хозяин, да? Да, действительно, он хозяин, да, он действительно был миллиардер, но я очень хорошо помню, я, кстати, у него этому научился, да? Когда Ходорковский лично звонил кому-либо по телефону, прежде чем начать разговор, он всегда спрашивал, вы сейчас можете со мной говорить, да? При всех миллионах, там, миллиардах, при всей, соответственно, значимости, там, и так далее, и так далее. А про Толю хочу вспомнить вот какую историю. Он, может быть, ее не помнит, а я помню, он мне ее сам и рассказывал. Мы, собственно говоря, наблюдали за его проектами. Это к вопросу о том, какие технологии... В каком смысле вы наблюдали за проектами? Мы за всем наблюдали. Мы хозяйственники. Федерации, вы слышали, конечно. Значит, это к вопросу о том, какие технологии вы применяли. Значит, они же работали не просто с детьми, они еще над собой работали. Они снимали каждый семинар, каждый тренинг. И я помню, была история, когда Толя мне рассказывал, да, мы это видели. Он говорит, слушай, ведем специальный семинар, тренируем демократическое отношение, способность к дискуссии, и так далее, и так далее. Слушай, смотрим потом сами на себя, тренеры, участники, руководители программы. Какие мы авторитарны. Ужас. Ужас, да, со стороны. То есть, когда ты взорвали. И они работали над собой, в этом секрет. Да, то есть... Вообще, умение признавать собственные ошибки было и у Ходорковского. Это правда. Абсолютно уникальным для человека такого уровня. Я помню, как он пытался создать фонд «Общественный вердикт», и мы, в конце концов, его создали, и искал туда первое лицо. Мне он не доверял, сказал, что вот эти ваши интеллигентские штучки, Ирочка, оставьте при себе, тут займутся мои хэдхантеры. И хэдхантеры Юкоса пошли, значит, по вторым лицам всех общественных организаций ведущих. Там МХГ, Мемориал и так далее. Не учьте одного. На следующий день все эти вторые лица созвонились между собой. Не поняли, кто к ним приходил и говорил, что тут есть некий бизнесмен, который создаст большой такой проект помощи людям, пострадавшим от правоохранительных органов. Они решили, что к ним приходили из КГБ. Когда я Ходорковскому на следующий день сказала, Михаил Борисович, вот ваши хэдхантеры, как слоны в посудной лавке, устроили вот такую вот бодягу. А он был тогда на вершине власти. Он мне сказал, почесал, Миш, кончай перебирать бумажки. У нас эфир. Открытая Россия. Ну, конечно. Проекты достает. Он достал, да, бюджеты, проекты. Вот он мне сказал, слушай, я был неправ. Я думаю, боже мой, как я люблю мужчин, которые умеют сказать, я был неправ. А тем более при таких деньгах и такой власти. На минуточку рекламы прервемся. Слушайте, вот Яструбийский совершил просто диверсию в прямом эфире. Довел меня до слез практически. Подсунул мне бюджет Открытой России, проект бюджета на 2005 год. Это тот самый листок, который я показывал. Да, да, да. Вот этому самому дяденьке. Это был следователь Мертвищев или следователь Туманов. Ты не помнишь? Когда мне показали удостоверение, буквы расплылись у меня. Я понимаю. И вот я читаю. Дирекция Ясиной, клуб региональной журналистики, общественный вердикт, благотворительная комиссия, конкурс журналистских работ произвел в законе. Ты-ды-ды, и дальше тут другие проекты идут. Ребята, слушайте, как называется? Сельские компьютерные библиотеки. Сельские компьютерные библиотеки в скобочках Беслан. А премия Букер Открытая Россия. Тут еще проект, например, Агентство сельского развития. Еще, например, проект Память и ответственность права человека. Слушайте, и напротив каждого, каждого этого проекта стоит довольно значительно. Слушайте, давайте про благотворительную комиссию. Мне очень хочется, чтобы Туля рассказала историю о том, как мы принимали решение, когда произошли события в Беслане, когда погибли и взрослые, и дети. Вот он очень хорошо знает эту историю. Это очень правильная история. Туля, расскажи про свои... Да, я как раз тоже хотел об этом. Ну вот, когда случился Беслан, и, естественно, там погибли, в том числе, мои друзья, офицеры, с которыми я много лет служил. В импеле. Да. И, в общем-то, Михаил Борисович сразу же отреагировал. Он был в тюрьме, я напоминаю. Да, он был в тюрьме, но, тем не менее, там задал вопрос, чем можем помочь. И, собственно, мы приняли решение, там, 250 тысяч долларов, насколько я помню, выделить... Да, из моего бюджета. Да. Выделить семьям погибших. И я тут же поехал в Балашиху для встречи с руководством, с Тихоновым. Вот. Мой вопрос был, такой, деньги возьмете? Ну, он говорит, ну, такое дело, конечно, возьмем. А я, кстати, напомню, ситуация потом имела продолжение, он как раз мы там... И он говорит, ты знаешь, говорит, дело в том, что вот кто погиб в Беслане вот сейчас, вот, да, деньги, в общем-то, есть, сейчас беспрецедентная помощь. Но у нас за день до Беслана погибли семь человек, и для них никакой помощи. Да, и можно ли нам эти деньги использовать вот для них там, и Михаил Борисович дал добро, то есть, и деньги таким образом были использованы. Но что меня поразило, я тогда не знал это. Вот мы тогда сидели, как раз у Тихонова, говорит, а ты знаешь, что это мы арестовывали Михаила? Господи, какая ужасная судьба. А вот потом я тебе еще что хочу сказать. Я же потом привозил в Беслан офицеров, которые штурмовали. В лицее. В лицее, да. У нас же 28 детей, было прямо из этого спортзала. И сейчас там учатся, но тогда это было... И вот приехали... Когда еще маленькие. Да, и тогда приехали пять офицеров, участников этого штурма, вот в форме с наградами, вот. И потом надо было видеть, как дети облепили вот этих вот здоровых дядек. И они такие вот, как баскетболисты стоят, и все... И он только одному бросится, да, там. И все плачут. Без слезы уже невозможно. Это, конечно, была история. Ну и, конечно, к вопросу вот о нашей стране, то есть вот мы... Потом они садятся там, уезжают. И говорят, Толь, мы приехали, но нас здесь не было. Ну, вот это наша страна, конечно. Но, тем не менее, они были. Но это действительно наша страна, когда вот так все происходит. Ну, знаешь, мне вот не за один день, который я провела в Открытой России, вообще работая с Ходорковским, мне то, что не стыдно, мне вот настолько гордо, что я была рядом, что я вот участвовала в этом во всем, и думаю, что это были, правда, лучшие годы жизни. И то, что Ходорковский научил работать, он научил отвечать на письма в тот же день. А даже я вот помню, я там пишу ему что-нибудь про свою благотворительную комиссию. Ну, казалось бы, где моя благотворительная комиссия, и где он там, да? У ЮКОС на тот момент первая в стране по капитализации компания. Напомню, в 2003 год ЮКОС был по деньгам крупнее Газпрома. В том, что по размеру намного-намного меньше. Я пишу ему там какой-то вопрос. И в тот же день, точнее, в те же сутки, утром я открываю компьютер, там висит ответ. Вот он к этому приучил. И вообще, ну, культура производства. Высокая штабная культура. Высокая штабная культура. Культура производства. Она касала всего. И компании, и дочерних предприятий, и общественно значимых проектов. То есть, вот была такая культура. А ты знаешь, а мне вот трудно было вот к этой культуре производства привыкать, потому что я как человек военный, я привык к вертикали власти. И вот мне все время оказалось, что вот если я мой проект выиграл, то я здесь главный, и вообще не лезьте ко мне никто. И я вот только году на седьмом, наверное, понял этот принцип, когда там дата выигрываешь, там тендер какой-то, там ты получаешь проект, и рядом появляются три-четыре человека, похожие на твои полномочия. И я думаю, зачем это надо? Это же такой бардак. То есть, во-первых... Конкуренция. А потом, а да, а потом я понял, что просто каждый день я должен понимать, идя на работу, я понимаю, я должен быть самый мощный лидер, да, я должен быть самый креативный, я должен быть самой активной. Шевелить булками. Создавлял. Правильно. То есть, создается такая конкурентная среда. И, кстати, вот я вот рассказывал же вот про задачи в формировании корпоративной культуры ЮКОСа. А посмотрите, что с ЮКОСом происходит сейчас. Где еще взять вот таких вот лояльных сотрудников, которые через 10 лет после этих событий там по 400 человек собираются, и все до сих пор с гордостью говорят, что мы работаем в ЮКОСе. Я хочу сказать, что вот у нас из Открытой России пристроились все. Причем пристроились в общем хорошо. Они пристроились. Ну да, но не то слово я сказала. А что называется с руками отхватить. И даже я думала, что брать нас не будут. Нет, вот людям говоришь, там ЮКОС, Открытая Россия все говорят, о-о-о, хотим-хотим, идите-идите, потому что это значит, что люди умеют работать. И многие из наших, кстати сказать, одуревали на новых местах работы и говорили, боже, как они живут. Как они умудряются вообще ничего не делая там что-то производить. Слушай, а сколько социальных лифтов вот мы для молодых сделали. Буквально недавно сижу в Москве в кафе там, в Жаджаке, там проходит девушка. Анатолий Александрович, вот истросмена такая-то. Я говорю, ну я, честно, не помню. Да, конечно, вы не помните, у нас же там сколько за лето было. Я говорю, ну вот, как живешь? Она говорит, вы знаете, я в деревне Подтомском закончила школу и поступила в педагогический в Томске. Услышала про ваш клуб Новая Цивилизация на базе Политех. Вот. Я, говорит, сделала все, чтобы попасть в этот клуб. Говорит, и когда я оказалась в Москве, впервые на Красной площади, звоню маме и кричу, говорю, мама, я на Красной площади в Москве, я хочу здесь работать. И она говорит, дуреха, что ты мечтаешь? Не мечтай. Вот. Я говорю, ну как сейчас, где сейчас работаете? Она говорит, ну я начальник департаментов транснефти. Да? Я могу сказать, что по моей части, вот по журналистской, из клуба региональных журналистов, начиная с генерального директора этой радиостанции, Катя Романова, город Курск. Она же мне позвонила, сказала, Катя Романова, город Курск. Я говорю, а что, теперь в Москве? Она говорит, да, гендиректором Финаму ФМ. Хотите час в неделю? Ну вот это простейший пример. И таких историй очень много. Ну я не буду называть имена вице-губеров, потому что примеров довольно много. Есть, кстати, отрицательные примеры. Например? Я не буду называть имена. Да ладно, но позволь кого-нибудь. Нет, не он. Да у нас, кстати, Яровая была одним из руководителей проекта. На Камчатке. На Камчатке, да. Участником. Она была участником наблюдательного совета, да. Ну хорошо, денег не получала. Не получала, нет. Квартиру на деньги Терпенского не покупала. Сейчас бы не отмылась бы от наших. Это точно. Это факт. Ну, а еще? Кого? Что за баб-йог вырастили в своем коллективе? Ну, у нас... Ну, смотрите, дело в том, что у нас все политика, даже сельские библиотеки, да. Поэтому, вот, честно говоря, совсем не хочется называть имена. Ну, на самом деле, недавно у меня... Все друг друга знают, на самом деле. Я могу назвать. У нас столько министров выросло, столько... Мишка, мы, мы, в конце концов, для того собрались, чтобы имена называть, а не для того, чтобы тут, понимаешь, разводить все китомы. Не, ну, про наших все знают, все равно, откуда они есть, пошли-то, чего-то. Я могу рассказать, вот, помоги советам. Вот одна из первых, помнишь, к нам приезжала, Лена Шернина? Она сделала, межпоселковый, сделала центр помоги советам, там, да, она через месяц, через год была местным депутатом, года через четыре она была депутатом губернской думы, но не потому, что ее там, это, как политика выбирали, хотя она была настоящим политиком, то есть, потому что она за эти годы, она до сих пор продолжает эту работу, да, ее просто все население знает и уважает, как человека, который реально помогает. Она сейчас вице-мир Тольятти. Это девочка, вот, ну, тогда она была девочка, когда к нам пришла, а сейчас ей чуть, ну, чуть больше за 30, там вот. В общем, таких историй, правда, очень много. А министров по делам молодежи у меня уже больше 10 по регионам, вот, из тех, которые из наших программ выходили. У нас недавно дамы-благотворительницы, по-моему, из фонда созидания, были в Тверской области и там по библиотекам путешествовали. Вдруг, ну, кругом развал, полный ужас, и вдруг библиотека, компьютеры, аккуратненько все хорошо функционирует, книжки заказывают, в Москве, люди туда ходят, что такое. Были участниками нашей программы компьютеризации сельских библиотек. Чуваши, хочу тебе напомнить про сельские библиотеки, да? Да, Чуваши, это единственный регион, в котором потом Федоров, губернатор тогдашний, взял нашу модель и все библиотеки по нашим лекалам оснащили. Совершенно верно, да, эта программа делалась во взаимодействии с мэрией Милианой Трифоненко, покойной, замечательной, замечательной, она была руководителем Центра Восточной Литературы и РГБ. Это были настоящие специалисты, именно библиотеки, рядом до мозга костей, да? И когда президента Путина привезли в одну из такого рода библиотек, кстати, в Чуваши, он спросил, а вот бабуля, вот вы, что тут делаете у компьютера? Она говорит, я мелок, лекарства себе заказываю. В район, в сельском магазине-то нету, в деревенском. Я из района заказываю. Я не знаю, думал ли Ходорковский о том, что сельские библиотеки будут помогать бабушкам заказывать лекарства из районного или областного центра, да, но тем не менее, это происходило, это произошло, и вот многое из того, что мы сейчас имеем по этому поводу, да, это было связано именно с этим, с этим горизонтом, который он задавал. Толь, какое-то продолжение, вот кроме того, что люди заняли места, как ты думаешь, будет ли, удастся ли передать вот эту вот идею созидания, несмотря ни на что, идею того, что наши дети должны вернуться домой и начать работать дома, для пользы нашей страны, как ты думаешь, прорастет? Слушай, ну, я уверен, что и прорастет, и прорастает, просто ситуация какая? Ситуация, что заключается в том, что мы-то побросали семена на чернозем, а сейчас сверху асфальт закатывает, но все равно прорастет, и, ну, даже вот мы, ну, не стремимся к тому, чтобы навязывать свои бренды, там, новая цивилизация или еще какие-то другие названия, но мы видим огромное количество технологий под другими названиями, которые работают, но была новая цивилизация, стала цивилизация юных, там, еще, еще что-то, там, все, все лагеря, там, в летний период, на Черноморском побережье, все играют в детские игры государства, да, там, и, а, знаешь, какая самая смешная, вот, недавно была история, приезжают ко мне ребята, молодые такие политики, бизнесмены, из набережных Челнов, такие, по 30 лет собранные, такие, все вот, бизнес в глазах, такие, все организованные, там, ну, поговорили, дают мне визитку, на визитке написано Лига Дела, я такой, хорошее, хорошее название, как придумали, говорит, Анатолий Александрович, знаете, мы вот, у нас есть центры социальной помощи, у нас там уже там полторы тысячи человек прошли через эти центры, к нам девочка из Омска приехала, привезла книжечка такая красненькая, и я говорю, ну, я знаю автора этой книжки, там, и знаю, кто финансировал этот проект, и кто его в первую очередь поддержал, то есть, вот это вот самый яркий пример, когда, даже не зная нас, просто, понимаешь, какая-то, ну, не какая-то, я знаю, что это, твоя же выпускница была, Сербина, Ира Сербина, привезла эту книжку туда, вот, да, и они ее взяли, не зная ни нас, ни Юкос, ни Ходорковского, да, ну, как бы, как причастных к этому ко всем, взяли технологию, на ее основе создали вот систему, которая помогает людям. вот я как раз и это имел в виду, что Михаил Борисович умел как-то, какой-то другой совершенно горизонт, предвидение, горизонт мышления, будучи абсолютно, на самом деле, рациональным, и при этом человечным менеджером, он, он, он находил те решения, которые, которые в любом случае являлись максимально, максимально оптимальными, и долгоиграющими, да, если они не были в той или иной степени реализованы тогда, то они так или иначе реализуются сейчас, да, то есть просто есть вещи... У кого телефон не выключен, скажите мне. Не знаю. Звонит телефон у кого-то. Нет, я слышу этот телефон, но не знаю. Все нормально, это караул. Давай дальше, извини, пожалуйста. Да нет, ничего страшного. Я, собственно говоря, вот хотел сказать просто о горизонте и об объективных решениях, которые, если не тогда, то сейчас, всегда будут реализованы. Слушай, ну вот он же в тюрьме. И вот все эти люди, которые прошли через эти школы, прошли через эти благотворительные комиссии, волонтерские программы и так далее, сидят и молчат? Почему? Я понимаю, что тяжелый вопрос. Ну, на самом деле, я не думаю, что все молчат. Особо негде говорить. Кто-то говорит. Есть, к сожалению, ситуации, скажем так, активной перевербовки нашего актива. Вот я знаю по движению наших, просто у меня есть такая информация, что просто приходили, мы же всех отобрали. И к ним просто приходили, и мне просто много людей звонило, и говорили там, что делать, предлагают. Ну, я так резюмирую. Вот сейчас вот многие жалеют, и говорят, вот мы там занимались мишками, ветеранам помогали. Ну, они уже люди взрослые, да, я поэтому как взрослым и отвечаю, говорю, ребят, просто если в 10 килограмм меда добавить ложку дерьма, да, то ничего кроме... Неприятного меда очень не получится. Кроме бидончика дерьма ничего не получится, поэтому кто-то понял, кто-то... Ну, тем не менее, я думаю, что очень многие из наших выпускников, они вошли в такую, во внутреннюю иммиграцию, во внутреннюю оппозицию. Я бы не сказал там... Таких, как Яровая, у нас немного, да, кто выслуживается. Многие просто пошли по пути высокого профессионализма. Миша, а ты что хочешь сказать по этому поводу? Слушайте, ну, во-первых, я вам хочу сказать, что мне кажется, это вот такое мое, может быть, не совсем стандартное мнение. Дело в том, что первые годы, после того, как Михаила Борисовича посадили, мне кажется, все не до конца понимали, что, собственно говоря, во-первых, произошло, каковы могут быть последствия, и не до конца понимали ценность того, что было сделано им и при его участии. И вот с годами, мне кажется, понимание того, что было сделано, какова ценность сделанного, каковы результаты, причем результаты, которые уже сейчас можно увидеть. Тогда их не было видно, а сейчас они видны. А значимость всего этого совершенно изменилась. То есть, вот только сейчас, может быть, наступает некое понимание. Потому что я просто смотрю по своим близким друзьям, многие из которых вполне себе приветствовали посадку Михаила Борисовича. Ну и друзья у тебя. А, ну это я так. А сейчас они занимаются совершенно другую позицию. Друзья мои, я очень благодарна вам за этот разговор. Мы получили от него больше, наверное, удовольствия, чем кто бы то ни было. Потому что у нас была возможность вспомнить, как это бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где честно рубились они. Вот. А еще я хочу сказать от себя, что власть проиграла. Уже проиграла. Потому что Ходорковский не ассоциируется более ни с экономикой, ни с политикой, ни с чем, кроме нравственности и примера самостояния. Такого вот прямохождения человека с несогнутой спиной, который в нашей стране в последнее время встречается ой, как редко. А это мужество, этот совершенно удивительный жизненный накал, который сопровождает его в последние годы, этот человеческий рост, это умение не сломаться в самых неприятных обстоятельствах стал важным для очень большого количества людей. Потому что примеры успешной карьеры у нас есть, примеры в политике у нас есть, а вот примеры, когда человек не ломается, упав в самых горних выси, в общем, в самое дерьмо, которое только можно вообразить себе. Тем не менее, мы хотим, я думаю, с вами одновременно сказать ему, Миша, с днём рождения, мы вас очень любим, мы вас очень ждём, все встретим в вокзале, скажите, когда приедете. У дверей. Но пасаран. Да, но пасаран. Это точно. Вот. И я хочу, конечно, пожелать здоровья и терпения его родителям, его жене, его детям. Дождитесь, ребята, ждите. И знайте, что вы ждёте великого человека. Спасибо. Спасибо.